сто лет назад у людей был маленький выбор и опера занимала видное положение в жизни человека в жизни даже обычного человека ты стоишь на кухне суп делаешь у тебя пластинка играет а там бениамина джильи там не может быть моргенштерн его просто бы не записали ему сказали бы иди прогуляйся что 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 волнует современного зрителя вы еще спрашиваете почему опера умирает пока такие вообще живут на этом свете и работает к операторами на канале к ярускуру вы тоже устали до приходите в оперу а абсолютно спонтанно мы решили сделать еще одно видео которое посвящено современному музыкальному театру хотя как вы помните в одном из последних видео я сказал что мы вряд ли будем делать подобные видео но тут я переосмыслил свою позицию по поводу этого и понял что все таки еще есть потребность в подобных видео потому что углов достаточно много тем много вопросов много интересных и мы естественно за два даже часовых видео естественно не успеем все осветить также в скором времени мы планируем выпуск видео о николай геаурове выдающимся болгарском басе я очень надеюсь что в скором времени мы его сделаем я не знаю в течение месяца может быть двух месяцев и в декабре мы планируем сделать еще видео о марии каллас потому что в декабре 2 декабря сто лет со дня ее рождения вот круглая дата да также мы разыграем книгу алексей булыгина о каруза ссылка будет в описании на наш телеграм там будут все условия переходить туда и участвуйте в розыгрыше просто чтобы здесь не засорять хронометраж я вас отсылают наш телеграм в развитии современного музыкального театра наблюдаются достаточно разнородные и даже в каком-то смысле противоречащие друг другу тенденции в противовес осовременивание классических произведений дату о чем мы говорили в видео о режопере сегодня наблюдается и тенденция к аутентичности да то есть определенные определенное направление аутентизм когда создатели художественного произведения то есть конкретной постановки добиваются полного соответствия старинным инструментом специфики звучания голосов вот хотя это вопрос проблемный и дискуссионный но вот эта дихотомия вот это противоречие это двойственность развития оперы вот в этих двух полюсах она наблюдается то есть одной стороны отяготеет к чему-то современному с другой стороны она отяготеет к прошлому миша скажи что ты такой умный ты читай то что тебе дали только с выражением твоя задача здесь в извини давай также примером вот такой дихотомии такого противоречия является синтез и в то же время противовостояние массовой культуры и культуры элитарной ведь сегодня очень остро стоит вопрос о том в какое русло все-таки пойдет опера да какой вектор она для себя выберет вектор массовой культуры или вектор элитарный хотя до сих пор опера оставалась элитарным искусством существование таких разных по смысловой организации тенденций говорит нам скорее всего о том что опера сегодня находится как бы на распутье она выбирает вектор своего развития стоит вопрос о выборе формы художественной формы в которой опера будет дальше существовать несмотря на то что опера заметно деградировала за последние 50-70 лет сама ее эволюция это достаточно типичный такой скажем программный процесс относительно ее истории опера менялась множество раз и многие хоронили оперу также как мы ее хороним сейчас например вот акулов в своей работе оперная музыка и сценическое действие пишет следующее в каждый исторический период в структуре оперных произведений устанавливается некое условное равновесие музыки и драмы которая отражает вкус и потребности данной эпохи после более или менее длительного периода относительно спокойного развития в рамках установившегося стиля наступает период переоценки ценностей и обновление оперных форм этот процесс устаревания оперной формы и связанных с ней приемов музыкальной драматургии происходит потому что эстетические идеалы эпохи перерастают установившиеся формы доминирующей тенденцией в развитии современного музыкального театра как и современной культуры является тенденциям массовизации это то о чем я говорил чуть ранее когда говорил о том что опера существует как бы на стыке массовой и элитарной культуры вот своей статье какой статье уже не помню в общем ссылка будет в описании как он называется а ну да тенденции развития русско-оперного искусства в контексте современной музыкальной культуры с одной стороны классическая музыка давно вошла в ранг элитарной культуры сохраняя ценности и традиции высокого искусства с другой стороны не смогла устоять под мощным напором массовой культуры смешивание с которой породила новые жанры основанные на сочетании стилистических признаков как классической так и массовой музыки когда мы говорим о массовизации то должны упомянуть обязательно о нескольких параметрах таких программных для этого явления во-первых это усиление развлекательные функции современной музыки как вы понимаете сегодня опера уже не может существовать в таких оковах искусство ретроградов такой законсервированные формы и сегодня делается все для того чтобы привлечь зрителя некоторым образом его развлечь потому что есть виды искусства которые развиваются намного стремительнее чем опера и именно в визуальном смысле мы сейчас кстати к этому подойдем допустим кино да конечно опера как такой вот элитарный такой где-то устаревший жанр для массового зрителя он как раз и прибегает вот к приемам допустим кинематографа каким-то визуальным эффектом это кстати второй пункт до второй критерий увеличение роли визуального элемента восприятия музыки это как раз вот к разговору о режопере то сегодня делается все чтобы массового зрителя не очень разборчивого привлечь как-то к оперному искусству сделать все чтобы зритель пошел и зритель схавал не все конечно режоперские постановки являются плохими я не согласен с этим конечно нет вот но в большинстве случаев мы об этом кстати говорили когда режиссерские решения просто заменяют пение музыку и все что угодно вот действует во вред драматургии вот и любым общем содержательным элементом оперного текста вот то есть происходит некоторый перекос в художественном произведении в пользу формы хотя мы понимаем что так не должно быть в удающемся великом художественном произведении всегда должно быть единство форма и содержание очевидно что зритель которому действительно не безразлична судьба музыкального театра и который ходит в оперу не ради того чтобы пофотографироваться с друзьями на фоне люстр и выпить бокал дешевого шампанского за огромные деньги в буфете он задает себе он рефлексирует и задает себе вопрос каково место сегодня режиссера в опере что есть вообще режиссер вот станиславский на вопрос что такое режиссер в оперном театре отвечал что этот человек который способен так строить свою работу чтобы она возбуждала мысли нужной современности роль режиссера в оперном театре заключается не только в том чтобы осуществлять новые постановки современных композиторов но и в том чтобы обращаясь к произведениям композиторов классиков найти главные идеи наполнить их энергией и ритмом сегодняшней действительности что же волнует современного зрителя это Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 дыхание это все оценивают это с точки зрения качества выполнения трюка да вот хорошо сыграли да красивый голос обсуждается чаще всего технология что мне всегда очень скучно это слушать не совершенно это неинтересно качество версали как я часто говорю не не исчерпывается качеством кирпича из которого изготовлено здание что это очень важный момент когда режиссер сегодня говорит что ему не важна технология технологии то есть пение имеется в виду это большая ошибка технология пения это то что всегда лежала в основе выразительного спектакля в основе выразительной постановки к сожалению в опере есть вот это такая академическая сухая нормативная дидактическая часть певец должен петь а а а а а а и а И режиссеры часто сегодня пренебрегают технологией пения, считая, что это некоторый такой академизм, такая дидактика, вот это что-то такое нормативное, поганое, от него нужно отказаться. Мы сейчас возьмем певцов, что-нибудь поставим, и будет замечательно. А оно просто не работает, потому что в основе оперы, к сожалению или к счастью, так и есть, лежит технология. Если певец не может петь правильным, оперным, нормальным голосом, если он поет, как Викторио Григало, то, к сожалению, как бы режиссер не изгалялся, спектакль не получится. Такого не бывает. И вот в связи с этим я тут ознакомился с научными статьями, вот одна из которых, статья Т.А., к сожалению, по инициалу не знаю, как Т.А. Григориянс. Григориянс, да, я правильно произнес. Семиотика сценического текста. Она тут, правда, говорит про драматический театр, но она говорит очень важную, на мой взгляд, мысль. Она тут говорит о уровнях сценического произведения и выделяет три уровня. В общем, кратко рассказываю. Первый – это уровень авторский, то есть авторский текст. В нашем случае это музыка. Второй уровень – это режиссерский, то есть отбор выразительных средств для реализации замысла. Это как раз работа режиссера. То есть режиссер думает, так, мы возьмем вот такие декорации, мы оденем вот так певцов, мы вот сделаем такую мизансцену, да, то есть вот общий набор всех выразительных средств, которые доступны на этом этапе дирижеру, ну, дирижеру, ну, дирижеру, понятно, режиссеру и постановщику. Вот. И третий, самый важный план, этот уровень сценического текста – это уровень актерский. То есть материализация, реализация идеи драматурга, в нашем случае это, естественно, композитор, потому что в опере музыка диктует драматургии, и режиссера. То есть певец является как бы последней инстанцией, которая соприкасается со зрителем. Именно на певце лежит бремя донесения до зрителей тех замыслов, которые вкладывал композитор, режиссер и так далее. Именно за счет певца мы различаем интерпретации персонажей. Именно певец может в какой-то момент просто замолчать или сделать акцент на каком-то слове, добавить в каком-то моменте эмоций. Именно вот этот третий уровень сценического текста, уровень актерский, исполнительский, сегодня страдает. Именно поэтому опера теряет свою выразительность. Почему мы не любим режопер? Не потому что режиссеры какие-то плохие, а потому что идет перекос в сторону формы, а интерпретация актерская из театра уходит. И сегодня вы все больше наблюдаете певцов, если не плохих, а тех, которые просто поют, просто поют. Вот есть ноты, они спели и пошли дальше. Эдакие работники театра. Суть в том, что певец должен не просто петь, он должен интерпретировать, он должен говорить что-то новое своим пением, как это делали великие певцы прошлого. Многие из них, наверное, большинство. 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 Суть в том, что может быть, наверное, большинство. Субтитры делал DimaTorzok Сейчас чуть-чуть позже, а пока я лапидарно обозначу некоторые проблемы или проблемные вопросы, которые стоят как бы на стыке исполнительского искусства и современной культуры. Сегодня исполнительское искусство оперное перерастает, очевидно, в такую коммерцию и бренды. Мы говорили про Доминго, который, будучи достойным артистом когда-то, выбрал путь количества некачества, выбрал путь денег и шлягерных концертов в противовес искусству. Превать на унижение! Да, я готов унизиться! Их, я готов унизиться! Браво! Ух, я готов унизиться! Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться! Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться! Хоть чуточку приблизиться! Хоть чуточку приблизиться! Сегодня существуют певцы, у которых есть YouTube-каналы, на которые они записывают арии, делают под них клипы, будто они там современные рэперы. Это очень смешно выглядит, например, Джозеф Калея. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Подобными попсовыми работами современные оперные звезды Как раз и подготавливают вот этого неразборчивого массового зрителя, который не является чутким к настоящему пению, к интерпретации, а является таким просто приемником для чего-то ярко-визуального, но абсолютно пустого по своему содержанию. Приемник Евгения Панасенкова Не знаю, какой приемник, но приемник. Не, ну приемник как радиоприемник, не приемник, который в тюрьме. Ну вы поняли, о чем я. Сегодня появляются певцы первого эшелона, мейджор, которые уже поют не совсем оперным звуком. Я иногда, когда слушаю Флореса, я как-то так вот не понимаю, он поп-певец или оперный. Вот, я, кстати, недавно узнал, что он, оказывается, начинал как поп-певец, и он там поет на такой большой сцене в микрофон, а я думаю, откуда ноги-то растут, я все думал, откуда это все, а вот я чувствовал, что это такое вот в нем есть, вот, ну вот попсовое, ну, к сожалению, не хочу никак обидеть, вот, а тут я понял, почему. Сегодня и вправду вы можете услышать записи певцов, прийти на живые выступления и действительно не отличить оперный тип пени от эстрадного какого-то популярного типа, вот. Это очень характерно для современной оперы. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Пространство нет! Пространство нет! Пространство нет! Пространство нет! Эта тенденция, конечно, еще не доминирующая. Нельзя сказать, что сегодня все оперные певцы поют как поп-исполнители. Конечно, нет. Но, опять же, время идет. Кстати, о подзвучке. Я, наверное, а может, сейчас скажу, сейчас скажу. Появилась подзвучка в конце 20 века. И сегодня уже в некоторых театрах ее применяют. Певцы поют как бы в микрофон. Их подзвучивают. Пока не всех, не во всех театрах. Но это тут чисто мое мнение. Никаких исследований по этому поводу я не читал. Исключительно мое мнение. Наша культура меняется в сторону упрощения абсолютного. Раньше, чтобы написать письмо, нужно было достать перьевую ручку. Маккану тебя в чернила, написать письмо, запечатать, отправить и так далее. Сейчас нужно нажать две кнопки. И так во всем. Так же и в опере. И если сегодня есть у певцов такая опция петь с подзвучкой, то если сейчас это делают два певца, то через 50 лет это будут делать 50 певцов. Потом это будет делать еще больше количества певцов. Я не верю в то, что придумали подзвучку, и потом ее вдруг не будут использовать. Ну, придумали, но есть она и есть. Естественно, если есть такая возможность петь с помощью чего-то, не напрягая, лишний раз не травмируя голос, тратя, возможно, меньше времени на обучение, что, как я понимаю, сегодня практикуется, сегодня певцы учатся намного меньше, в принципе, и практикуются, чем певцы прошлого. Но это опять же не мне судить, это пускай люди знающие говорят. Я уверен, что со временем это все будет абсолютно приобретет такую тотальную форму. Итак, друзья, вот именно в таких, на мой взгляд, аспектах нужно рассматривать сегодня музыкальный театр. По крайней мере, об этих вещах нужно говорить и о них не забывать. Конечно, есть еще очень много интересных вопросов, которые, я думаю, мы еще обсудим. Они, в частности, связаны с репертуаром. Такие видео, конечно, не претендуют на исчерпывающую, на исчерпывающую такую репрезентацию современной действительности касательно музыкального театра. Но, я думаю, так вот, видео за видео мы будем расширять немного границы и как раз какую-то область мы точно осмыслим. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, вот про эти аспекты, про эти параметры нельзя забывать, когда мы говорим о современном музыкальном театре. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, пишите критически, пишите, что вы любите Хуан Диего Флореса, Пласида Доминго, что я не прав. И напоминаю, что в Телеграме будет проведен, будет проводиться розыгрыш книги о Карузо. Переходите, ссылка в описании, там будет вся информация. Да, и можете поддержать нас материально, ссылка тоже в описании, будем вам очень благодарны. Благодарны всем людям, которые нас поддержали. Очень приятно, очень приятно, правда. Спасибо огромное. Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст. Когда я начинаю вспоминать артистов, которые сделали все возможное для становления такого великого искусства, как опера, я вспоминаю его. Человека, который сохранил свое достоинство, не продал себя ради вот этих сомнительных материальных ценностей, а до конца отстаивал святое искусство оперы. Вот эта вставка, это на самом деле не ради шутки, это абсолютно эмблема того, что сегодня происходит. Вот просто вы разберите по частям, что играет на заднем плане, что вам показывают, кто в кадре, и вы узнаете современную оперу. Это просто все ее основополагающие черты. Это вот она. В одной рекламе вся современная опера. Если под этим видео наберется полторы тысячи лайков, то сделаем обзор на макароны, которые рекламировал Доминго. Я, кстати, ем. А, и вот эти макароны, я не буду называть, как это называется. Брила? Не, че. Пишите нам, если что, мы сделаем вам рекламу намного лучше, чем сделал Доминго. Я нормально спою все дошники в стретте, и еще последнее впою. А этот только себе моли там мог. Ой, зря. На опущенной, на опущенной гортани, на опущенной гортани спою. Спасибо.